В рамках четвёртого тура российской премьеры Лиги УГМК принимала на своей площадке столичная «Динамо». Несмотря на отсутствие многих ключевых игроков, лисицы достаточно уверенно стартовали в поединке и обеспечили себе неплохой задел на обозримую перспективу. 16-12 и 23-10 после первых двух четвертей. В атаке у хозяек в большей степени верховодила Эмма Мессиман, которая присоединилась к подругам ещё в Ногинске. Центровая результативно бросала и щедро раздавала. Эмма – великолепный игрок. Она провела отличный сезон в Америке и недавно вернулась в Екатеринбург. Девушка быстро входит в игровой ритм и приспосабливается к новым условиям. В Ногинске она вышла на площадку со скамейки, а сегодня уже в стартовой пятёрке. Уверен, что в новом сезоне Эмма сыграет одну из главных ролей в нашем баскетбольном спектакле. Тем временем «Динамо» пыталась придумать что-нибудь вразумительное и подходящее для текущего момента, но ВОЗ с проблемами так и не двигался с места. Мы же за первый тайм забили всего-навсего 20 очков. Очень трудно защищаться при таком результате в нападении. Логически очень тяжело. Они действительно сильнее в индивидуальном мастерстве, к сожалению для нас. И компенсировать это индивидуальное мастерство можно, ну, может быть, там, суперсамоотдачей, может быть, чуть-чуть больше уверенности. И вот эта самая уверенность проснулась в «Динамовках» ближе к концу встречи. Проигрывая 25-50, белоголубые сделали 10-очковый рывок. Что тут сказать? Нелегко было нашим девушкам-лисицам. Подопечные Владимира Штамма уже, видимо, помышляли о том, чтобы догнать лидера российского и европейского баскетбола и даже перегнать. Но, как говорил один из киногероев Покровских ворот, это утопия. Так оно и вышло. 58-46, и УГМК празднуют четвертую победу подряд. Нам не удалось сыграть с полуготовой УГМК на равных. Да, с полуготовой. Поэтому, естественно, когда приедут те люди, которые определяют лицо сегодняшему УГМК, нам будет еще труднее. Мы достойно провели вторую четверть, хорошо играли в защите. Это позволило выпустить игроков скамейки. А во второй половине наступил спад. Мы потеряли свой ритм и так не смогли его найти. Причины разные. Кто-то травмирован, кто-то возвращается после травм. Что ж, будем налаживать взаимодействие и готовиться к следующим встречам. Самыми результативными девушками матча стали центровые. В составе УГМК. Эмма Мессиман, у нее 16 очков. В составе Динамо Александра Бантон. Дабл-дабл, 11 плюс, 13. У нас новая команда. И мне кажется, что тренировки. У нас хорошие тренеры. И мы будем наработать. Наработать. Подробнее. Наработать над защитой. И мне кажется, все будет хорошо. Все, что хорошее в этой игре, это то, что мы выиграли. И нужно двигаться дальше и продолжать выигрывать. Ближайшую встречу в рамках премьер-лиги УГМК снова проведет дома. В воскресенье, 16 октября, девушки Олафа Ланге будут принимать красноярский Енисей. А теперь про УГМК-юниор. Наконец-то наша молодежка стартовала в суперлиге. И сразу заметим, подопечным Дениса Севастьянова не впервой столь ответственный момент очередного дебюта играть на два фронта. Кто следит за женским баскетболом, знает, что лучшие игроки фарм-коллектива пополняют ряды главной команды. Но ничего, девчонки в целом справляются. Где надо, игроков дюбла подключают. Так что в целом картина удовлетворительная. По крайней мере, это показали стартовые матчи с Ростовом. Бежали в быстрый вторых. Нас первый номер разгонял, быстро отдавал пас. За счет скорости мы вчера, я думаю, отыграли. Неплохо сыграли в целом игру. Чуть-чуть, как бывает в начале сезона, был небольшой, так скажем, сумбург и защитив нападение. Тем не менее, как бы мы неплохо отыграли. Начало у нас было, мы повели 13 очков. И как часто бывает, у нас уже не первый год все решалось на последних секундах. Девочки очень хорошо, я считаю, как бы стартовали, начали с победы. Я думаю, что вот эта удача, она не случайна. Мы где-то, несмотря на то, что были немного не сыграны, тем не менее, достигли результата. Следующие матчи Суперлиги подопечные Дениса Севастьянова сыграют А5 в Верхней Пышме. В субботу и воскресенье 15-16 октября УГМК «Юниор» примет гостей с Северного Кавказа команду «Ставропольчанка». Поболеем и поддержим наших девушек в предстоящий уикенд.